День добрый, дорогие друзья, я рад приветствовать вас. В эфире программа «Семейный доктор» в студии Анатолий Алексеев. Для вас работает телеканал, телекомпания СГУ-4, современной гуманитарной академии. Я уже как-то говорил на эту тему, очень хочу повторить, потому что в последнее время особенно я как-то оказался сам заинтересован в этом канале, который никогда в жизни не знал телевизионный канал. Ну так, подробно не знал, а теперь я знаю его достаточно хорошо. Так вот я хочу вам сказать, что если есть какой-то телеканал или телекомпания, которая приносит людям абсолютную пользу, так это вот этот самый канал СГУ-4. Так что вы не пропускайте, пожалуйста, вот этот значок, вот эту эмблему, если видите его на своем телевизионном экране. СГУ-4. Причем я хочу вам сказать так, что вот для людей, которым, так сказать, важны ужастики, там кровавые бои и все прочее, так сказать, вот этот канал включать не надо. Это канал для умных людей. Всего того, что это настоящий познавательный канал. По сути, это академический курс вот того предмета, который вас более всего может интересовать в жизни. Это и менеджмент, и юриспруденция, и литература ведения, и языкознание и так далее. Поэтому, пожалуйста, так сказать, вот это для себя имейте в виду. И для меня, например, большая честь, что я участвую в работе такого телеканала. Я напоминаю, что в программе, все-таки в эфире у нас программа «Семейный доктор». Она занимается проблемами вашего здоровья, посему, пожалуйста, можете звонить сюда в прямой эфир 727-12-49. Это телефон прямого эфира, и мы постараемся с вами обсудить ту проблему, которая у вас возникла. 727-12-49. У меня есть к вам просьба, уважаемые телезрители. Просто такая просьба, немножко даже настойчивая, мне кажется. Дело все в том, что как бы вот до сегодняшнего дня я как бы сам определял тему передачи, направление, и все. Ну, если не было ваших телефонных звонков, или мы специально не принимали телефонных звонков, с тем, чтобы можно было раскрыть как-то ту тему, о которой я говорю. Но я хотел бы теперь, чтобы вы определяли тему следующей передачи. Вы и никто другой. Вот, так сказать, через неделю у нас с вами очередная встреча в 11.40 по московскому времени и в 19.40 по московскому времени. И я хотел бы, чтобы вот в это время, чтобы уже в следующую субботу была та передача, которую определите вы. Та тема, которая нужна вам. Потому что, как вы понимаете, мне для себя обсуждать какие-то проблемы, наверное, ну, как бы довольно много знаю. А вот для вас, наверное, это будет очень важно. Пожалуйста, имейте это в виду. Алло, 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 я слушаю вас. Алло, алло, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, как можно приобрести икру морского ежа? А, двумя путями, простите, пожалуйста, наловить морских ежей и сцедить их, вот так говорят охотники за морскими ежами, сцедить, сдоить икру морского ежа. Либо есть такая пищевая добавочка, она называется Энерго Лам Плюс. Энерго Лам Плюс. Как ее можно приобрести? Я не знаю, где вы живете. А, простите, ну вот уже все. Но, во всяком случае, я могу посоветовать сделать вот таким образом. Позвонить по телефону московскому 369-13-85, естественно, с кодом 095. Я думаю, что вам там подскажут, где можно приобрести вот эту пищевую добавочку. Итак, друзья мои, мы с вами договорились, что, по крайней мере, сегодня к вечеру я буду знать ту тему, на которой я должен буду через неделю прийти к вам с передачи «Семейный доктор» или «Помоги себе сам». Ну, а сегодня, начиная нашу передачу, я хотел бы вернуться все-таки к атласу, анатомическому атласу человека и посмотреть еще один наиважнейший орган. Вот мы посмотрели с вами клетку, да? Помните, что такое клетка? Это, так сказать, целый макро-микрокосм, причем представляющий собой даже, на мой взгляд, такую вселенную своеобразную. И внутри нее еще несколько таких вот образований. Алло, алло. 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 Да. Алло, Наталья Ефремович. Да, здравствуйте. 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 Алло. Алло, я слушаю вас. Я слушаю вас. Анатолий Ефремович. Да, да. Две недели назад, в передате от 15 января, вы обещали кассеты с курсами летения в Сарязов. Где их можно приобрести? Вы знаете, что они, так сказать, ну как бы съемочный период идет. Вы уж простите, ну пожалуйста, запишите его телефон, который называется 360, звучит так, 366-39-68 по Москве, это через 0.95. 366-39-68, там будут абсолютно точно знать, когда эти кассеты будут готовы. Хорошо? Имеются в виду кассеты по псориазу. Итак, помните, да, ну для того, чтобы нам с вами не быть голословным, я сразу открою атлас и покажу вам. Вот посмотрите, пожалуйста, это клетка. Вот мы довольно подробно разбирали саму, саму как бы вот эту потрясающую организацию. И тогда вот целиком клеточка, есть ядро и есть ядрышко-хранитель наследственной информации человека, каждого индивидуального человека. Потом мы с вами посмотрели, что такое желудочно-кишечный тракт, помните? И выяснили, выяснили совершенно поразительную вещь, посмотрите, пожалуйста, о том, что наш пищеварительный или желудочно-пищеварительная система, или желудочно-кишечный тракт, вот она, вот она перед вами, такой гусак, врачи называют его гусаком, анатомы. В общем, так сказать, все, что входит в эту систему, находится в потрясающе теснейшей связи. Причем эту связь можно назвать не только соответствующей, то есть не только тогда, когда все органы и все системы работают в абсолютном порядочке и в абсолютной зависимости. Нет, вот мне кажется, что эту систему, вот эту систему пищеварительного тракта надо называть синергичной, то есть которая работает в едином порыве, вот с единой задачей, с единой целью. Вот это очень-очень важно. Ну и теперь мы перейдем к вами, с вами, так сказать, к органу человеческому, который управляет, или позволяет управлять всеми этими процессами. Алло, алло, да, здравствуйте, Анатолий Ефимович, вот я хотел бы поговорить насчет темы следующего эфира. Хвой замечательный. Есть такое заболевание, широко распространенное, герпес, у него столько разных проявлений, форм, ну вот последствия всякие есть тяжелые. К сожалению, вот лечения как-то фактически никакого нет. Если можно, пожалуйста, повторите название болезни. Можно об этом поговорить? Наверное, можно, только если можно, повторите еще раз эту патологию, назовите ее. Я не слышал, у нас плохая связь просто. Герпес. Герпес? Герпес. Понятно. Да. Хорошо. Сможество форм, заболевание такое массовое, но лечения, в общем, какое-то почти нет никакого. Да, я знаю, да, особенно, так сказать, то, что касается такой формы, как опоясывающий лишай. Откуда вы звоните? Я делаю это обострение, вот опоясывающий лишай. Вот то, когда в этой секции сидит человек, и вот при всяком случае она, так сказать, на него может воздействовать. Да. Очень сильно действует на всякие возможности человека, на весь организм. Это точно абсолютно. Принтродуктивные способности, вот меня это вот интересует. Скажите, откуда вы звоните? Я звоню из Москвы. Ага. Хорошо. Хорошо, договорились. Тогда я следующую передачу готовлю по Герпесу. Правильно? Спасибо большое. Да, да. Когда она будет? Это значит, следующая суббота. Спасибо большое. Пожалуйста. Итак, друзья мои, так сказать, вернемся. Вот мы с вами остановились в прошлой передаче. Вот на эту систему, которая называется, называется пищеварительной системой, а вообще, короче говоря, мы с вами посмотрели желудочно-кишечный тракт. И обнаружили, что каждый процесс от переваривания в желудке до прохождения пищевого комка из желудка в 12-й перстную кишку, в тонкий кишечник, потом в толстый кишечник и выход наружу, он вообще, так сказать, подвергается всевозможным воздействиям, да, всевозможным биохимическим процессам. Причем все эти процессы воздействия происходят как бы в единой системе, строго следуя в иерархии и в невероятно тесной связи. Вот эта связь называется синергетической связью в какой-то части, что я имею в виду. Они не только, вот, соблюдается последовательность, но и соблюдается взаимодействие, взаимодействие. Ну, а теперь давайте мы с вами перейдем еще к этому. Вот есть такое выражение у нас, так сказать, у людей. Есть такое выражение о том, что печень, наша печень человеческая, вот в нашем организме, это мать организма, а отец организма или отец нашего здоровья, это наш позвоночник. Вот он. Вот он, наш позвоночничек. Вот он. И вот представьте себе, да, вот он, позвоночничек наш, который проходит здесь, вот, серединная линия нашего тела с вами. И вот теперь давайте разберемся в нем, почему же так важно, почему же так важно состояние, нормальное состояние позвоночника. Чтобы там не было никаких грыж, чтобы там не было, так сказать, никаких там нарушений, чтобы там не было отложений солей или вот вульгарного остеохондроза, который вы так все и называете, острый хондроз. Понимаете? Вот чтобы этого, почему это важно? Вот мы сейчас с вами об этом разберемся, а пока я отвечу на звонок. Алло, 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 алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы следующую тему. Да. Вирусы. Вирусы. Иммунодефицитные. Вы имеете в виду ВИЧ? Нет. Другие. А вы имеете в виду вирусы, но как бы ситуацию с иммунодефицитом? Нет, которые действуют на иммунитет. Которые действуют на иммунитет? Так я понял вас? Так я понял вас. Да. Простите, а где вы живете? Вы откуда знаете? Томск. Из Томска? А дело все в том, что на иммунитет действуют все, без исключения вирусы. Без исключения вирусы. Более того, на иммунитет лук более всего действует, знаете что? Бактерии, микроорганизмы, которые нам очень нужны. У них действие на иммунитет самое-самое-самое активное. Это бифидолактобактерии, сопрофитные бактерии, которые мы выжигаем у себя. Об этом передачу? Об этом передачу? Вирусы гепатита. Ага, вот это другой разговор. Вирусы гепатита. Вирусы гепатита. Хорошо. Я для себя как бы записал, да? Я для себя как бы записал, да? Спасибо вам. Спасибо вам. А мы вернемся к... Алло. 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 Шейный отдел. Это вот от С1 до С8. Вот такое вот количество нервных ответ... Я прошу прощения, но я сейчас должен буду ответить на звонок. Сколько у меня времени осталось до конца эфира? Так, ну, значит, вот мы сделаем таким образом. Вы все-таки мне после этого дадите хотя бы минут шесть, чтобы я закончил эту вот тему. Она очень важна для вас же, а не для меня. И, так сказать, буду отвечать на вопросы. Алло. 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 Здравствуйте. Алло, здравствуйте. День добрый. Меня интересует тема аутизм. Аутизм. Это тема аутизм, да. Аутизм. Понятно. Откуда вы звоните? Это довольно неизученная тема. Я звоню из Кемеровской области, город Междуреченск. Междуреченск. Какая Кировская? Кемеровская область. Ага, понятно. Междуреченск. Вы знаете, что аутизм, кстати сказать... Кстати сказать, может быть и не очень изучен, но подается довольно здорово, поддавался коррекции. По крайней мере, я знаю, я знаю, так сказать, одну методику, которой вот занимался Виктор Васильевич Никитин, совершенно потрясающий человек. Вот, у него аутисты выходили в течение двух-трех месяцев, выходили почти в абсолютную норму. Давайте поговорим на эту тему. Хорошо. Аутизм. Алло. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Алло, следующий звонок. Алло, спасибо. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий Ильич. Ау. Вот знаете, такая есть болезнь распространенная сейчас. Про рак. Хотелось бы немножко... Еще раз назовите. Как-нибудь конкретно узнать. Как-нибудь конкретно узнать. Рак. Рак? Заболевание рак. В смысле, онкология? Да, онкология. Да, онкология. Онкология. Да, онкология. Хорошо. 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 Какое из вашей передачи можно услышать? Какие есть таблетки, какие есть меры? Я сейчас иду по порядку, да? Значит, смотрите, все темы, которые сейчас называют наши зрители, они, конечно, все абсолютно невероятно важны. Я прошу прощения, вы откуда звоните? В Амурской области. В Амурской области. Вы знаете, дело все в том, что, наверное, мы вот таким вот образом и сделаем. Я скажу, в следующую субботу утром будет герпес, вечером будут вирусы. Это как бы одна и та же тема, поэтому можно целый день на этом построить. Потом будет аутизм на следующей неделе, будет аутизм и онкология. Вот таким вот образом, наверное, пойдет. Хорошо? Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Да. Хорошо, алло, алло, слушаю вас, алло. Алло. Анатолий Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. История, я тебе спокою вас. Рад слышать вас. Будьте любезны. Вот у меня сахарный диабет, гипертония, но у меня вопрос не по этому. Да. Я хочу узнать, вот у меня часто на суставах рук воспаляется на суставах кожа и отмирает. Почему? Скажите, пожалуйста, у вас сахарный диабет сколько времени? Вы знаете, врачи не говорили, но я представляю, это где-то с 2000 года. С 2000 года уже постоянно повышенный сахар крови. Да, где-то пределах 9,8. Ага, ну это очень прилично. Вы сейчас на инсулине, нет? Вы сейчас на инсулине, нет? Это специфика самого базового заболевания, скажем так, назовем его базовым, сахарного диабета, при котором происходит очень серьезное нарушение с функциями и с, как вам сказать, с деятельностью сосудистой системы. Особенно это касается периферийных участков сосудистой системы, микроциркуляции, да? Капилляров, вот это я имею в виду. Причем в первую очередь, как ни странно, там как бы страдает венозная часть нашей сосудистой системы. И вот в результате этого и появляются вот те самые вещи, о которых вы говорите. Именно поэтому так важно вот людям, страдающим сахарным диабетом, вовремя, так сказать, вовремя вот это понять, потому что дальше за этими изменениями может начаться изменение, трофические изменения по тканям, по состоянию мышц, понимаете? Потом могут начаться изменения уже по сосудистому ложу глаза и так далее. Вот для того, чтобы этого не допустить, им невероятно важны вот эти скепидарные ванны со скепидарными эмульсиями по Залманову, вот это вы должны понять сразу же. Дело, понимаете, какая штука? Тут нельзя вот сам процесс сахарного диабета отделить от тех вещей, о которых вы рассказываете, понимаете? А где узнать метод лечения скепидарными ваннами? А пожалуйста, вы знаете, что в Тольятти это довольно просто, там хорошо действует наше представительство, кстати сказать. Телефон 20-30-37 в Тольятти. Повторите. 20-30-37 Наталья Георгиевна. Спасибо. И там есть наша брошюрка, вот эта программа «Семейный доктор или помоги себе сам». Еще один вопросик. Да. А почему же у меня вот на суставах есть, а у других людей этого нет? А вы знаете, что дело все в том, что у каждого человека проявление болезни свое, собственно, индивидуальное. Понимаете? Ясно. Скажем, человек, у которого слабая трофика по мышечной части, потом у него скажутся там. А вот у вас, скажем, в силу ваших особенностей, вот эта программа как бы начинает распространяться на суставы. Но суставы здесь вот что. Ведь нельзя рассматривать суставы как суставы. То есть вот как эти вот какие-то образования там. Это все формы соединительной ткани. И действие вот это сказывается не на суставах, а на соединительной ткани. Понятно? Друзья мои, у меня осталось буквально 8 минут времени. Я прошу прощения. Я останусь там на 15-20 минут после передачи. Я останусь и буду отвечать на телефонные звонки. А сейчас все-таки давайте посмотрим на наш позвоночник. Почему же он называется отцом нашего здоровья? Почему? Вот это самое главное. Вот посмотрите. Да, позвоночник у нас с вами, вот вы сейчас видите. Вот это шейный отдел. Вот он здесь. Вот он шейный отдел. Видите? Вот он шейный отдел. Вот он существует вот такое маленькое пространство. За что отвечает, и потом я объясню, что такое отвечает, вот этот отдел нашего позвоночника. Посмотрите. За состояние плечевого пояса, за состояние плечевого пояса целиком. Как вот здесь наши мышцы будут работать, как будут ли возникать какие-то боли, будут ли здесь возникать какие-то сбои, как работают вот эти системы, связанные с лимфоузлами и так далее. Вот это все, это все зависит от состояния, причем от состояния шейного отдела будет зависеть, как себя чувствуют наши руки. Наши руки, плечи, предплечья, все. Кисти рук. Все будет зависеть от шейного отдела, вот от этого. Поэтому очень часто тогда, когда задают вопросы, почему у меня по утрам не имеют пальцы? Или почему у меня вот там начинают сводить какие-то судороги появляются в мышцах рук или там в кистях рук? Почему у меня появляются боли по движению руки? Так вот, первую очередь, куда мы должны адресоваться с вами, это к состоянию шейного отдела позвоночника. Понимаете? Шейного отдела позвоночника, это и правая, и левая рука. То есть, вот смотрите, что происходит там. Вот это вы запомните, пожалуйста, насколько точно работает наш организм с вами. Вы ударились рукой, ну скажем, вот левой рукой, ударились больно, очень больно, да? И вас как бы прострелило. И вот эта боль будет чувствоваться не только здесь, она чувствуется здесь, в этом отделе, вот, так сказать, руки, только потому, что сигнал, нервный сигнал, нервный импульс прошел к позвоночнику, вот сюда, к корешковой зоне шейного отдела позвоночника, был отправлен в мозг, здесь проанализировал, вернулся сюда к позвоночнику с той коррекцией, которая нужна, и отправлен опять же в ту зону, где это произошло. Понимаете, вот это то, что называется прямой и обратной связью нашей нервной системы, то есть прямая и обратная связь нашего позвоночника с той зоной или тем внутренним органом, до которых мы дойдем, который в этот момент оказался в поле внимания центральной нервной системы. Понимаете, что происходит? Вот нарушения могут накапливаться здесь, но они обязательно, эти нарушения, удары ли, вывихи ли, растяжение или неважно, они обязательно будут сказываться здесь, и вот здесь будут появляться те изменения, которые потом мы назовем их остеохондрозом, шейным остеохондрозом. Теперь перейдем дальше. Вот смотрите, казалось, начинается, вот видите, какая зона колоссальная, это грудной отдел нашего позвоночного столба. Грудной отдел нашего позвоночного столба, смотрите, вот отсюда, и по сути-то вот, о сколько, о какой мощный, до поясницы, почти до поясницы, почти до поясницы, вот так, грудной отдел. Вот посмотрите, вот состояние грудного отдела позвоночного столба, важность, важность, вот нормы нормального состояния позвоночного столба, именно грудного отдела, нельзя переоценить. Потому что в зоне ведения вегетативной, нервной, или вот второй по значимости нервной системы человека, вот этот участок, нельзя вообще переоценить по одной простой причине, потому что в зону влияния, в зону воздействия здесь входят практически все жизненно важные органы нас с вами, все жизненно важные органы нас с вами. Сердце, печень, желудочно-кишечный тракт, легкие, железы внутренней секреции, все входит вот в зону влияния именно этого отдела нашего позвоночника. Представляете себе теперь, насколько важно нам с вами, чтобы этот орган работал хорошо. Причем опять надо обязательно помнить, что вот это существует прямая и обратная связь между состоянием позвоночника, вот особенно корешковых зон, боковых столбов позвоночника, вот она, вот будем считать, что вот это вот как раз и есть, вот та самая корешковая зона, желтенькая такая, и состоянием внутренних органов. Если у вас по каким-то причинам, не связанным с состоянием позвоночника, а вы съели что-то такое не очень хорошее, раздражающее, и у вас на слизистой желудке появилась какая-то эрозия, то обязательно, вот сигнал об этой патологии, об этой неприятности, обязательно будет направлен через позвоночник в наш мозг для оценки события. Но дело все в том, что вот этот нервный импульс, который будет сообщать о неблагополучии, сложившемся вот в этом внутреннем органе, он обязательно будет негативно, то есть отрицательно действовать на состояние именно этого участка позвоночника. И в общем-то мы совсем не гарантированы, что именно в этой зоне, в силу определенной напряженности, которая возникает на позвоночнике, будут откладываться лишние соли, или будет возникать некий дефект, связанный с нервной проводимостью. Вот почему психосоматика, вот такое слово называется, определение, психосоматика, простите, я уже, так сказать, закрываю сейчас анатомически, мы вернемся к нему в следующей передаче. Значит, психосоматика, то есть каждое заболевание состоит как бы из двух частей. Из состояния тела, то есть физика наша, вот тело, в данном случае мы смотрим желудок и эрозии внутри него. И психосоставляющие, а это и есть наша центральная нервная система, психика, сознание, управление или самоуправление. Вот в чем тут дело, понимаете? И именно поэтому тогда, когда мы с вами начинаем рассматривать, вот скажем, состояние желудка, там язву желудка или что-то, мы никогда не должны забывать, что в зоне, корешковой зоне позвоночника в грудном отделе, отвечающем за иннервацию желудка, тоже есть дефект, и его тоже надо убрать. И именно поэтому мы с вами, начиная нашу оздоровительную программу, сразу начинаем пить воду и сразу начинаем делать вот эти теплые ванны с морской солью и фитоэкстрактами скипидарными, с тем, чтобы воздействовать именно на эти зоны позвоночника, приобретенными в силу внутреннего состояния нарушениями, связанными с внутренними органами. Вот в чем тут дело. Друзья мои, на вот этот момент передачи «Семейный доктор» или «Помоги себе сам» заканчивается. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго, до встречи в 19.40 по московскому времени, здесь же, на телеканале СГУ-4. Обратите внимание на этот канал. Если вы хотите быть грамотным, скажем, историком или грамотным экономистом, обратите внимание на этот канал. Всего доброго!